Каждая страна гордится своими традиционными напитками. Их рецепты передаются из поколения в поколение и хранятся в строжайшем секрете. Например, до сих пор никто не может повторить успех шотландского виски. Интересно, почему? Каждая страна ассоциируется со своим традиционным алкоголем. В Италии это вермут, в России водка, в Японии саке, а в Шотландии виски. О нем сегодня и пойдет речь, ведь его история насчитывает почти шесть веков. А знаете ли вы, что виски называют напитком алхимиков? Ведь в его составе нет ничего, кроме воды, дрожжей и солода. При этом мы получаем невероятное сочетание вкуса и аромата. Родиной скотча, а именно так называют самый лучший в мире виски, является Шотландия. Там ежегодно проходят фестивали, посвященные этому напитку. Начинается фест-виски в мае, а заканчивается в сентябре. Проводят его в Спейсайде. В этом регионе самая высокая плотность виска курин в мире. Там же располагается больше ста заводов по производству виски. В дни фестиваля их могут посетить все желающие. А в обычное время это запрещено. Мы используем исключительно ячмень высокого качества, осоложенный по нашей технологии. И процесс, форма наших перегонных пубов придадут ему уникальный дух. Главной частью фестиваля является дегустация многочисленных сортов и разновидностей виски. В рамках программы можно попробовать наиболее редкие и выдержанные сорта этого ароматного напитка. Как же обстоят дела с виски в нашей стране? Еще в Советском Союзе существовал советский виски. А в конце 40-х годов появился виски-73. По вкусу они больше напоминали смесь коньяка и настойки из лекарственных трав. О какой-либо выдержке речи не шло. А это немаловажная вещь. Ведь виски нужно настаивать не менее трех лет в дубовых бочках. Огромный производственный комплекс виски России был построен в Дагестане. Это место по климатическим условиям ближе всего к Шотландии. Для удешевления продукции было изготовлено оборудование из бедных кубов для перегонки коньяка. А вместо американского белого дуба использовался кавказский дуб. Сегодня в подвалах в виске России уже более 700 бочек. Этот напиток презентовали на международном конкурсе вин и спиртных напитков, где он был удостоен золотой медали.